Контролируйте свой мяч и всю атаку полностью старайтесь выдержать. Вред! Вперед! Гладкую и спокойную воду в бассейне Дворца водных видов спорта можно было наблюдать только до первого свистка главного судьи. С начала игры картина кардинально изменилась. Международный турнир по водному полу начался. Всем ни до спокойствия, ни спортсменам, ни болельщикам, ни тренерам. Ведь борьба оказалась не шуточной, да и конкуренция весьма серьезная. Эмоции переполняли. Гладкая и спокойная вода в бассейне Дворца водных видов спорта! Соревнования по водному полу зрелищные и волнительные, ведь это проверка моральных и физических качеств спортсмена. Юноши в возрасте 13-14 лет собрались во Дворце водных видов спорта, чтобы решить, кто же станет лучшим в открытом международном турнире. Кроме того, это хорошая возможность посоревноваться со сверстниками из других стран и расширить дружеские связи. Водное поло – это игра, сами видите, мечом в воде. Это надо хорошо иметь плавательную подготовку, плюс тактические какие-то моменты, игровое мышление. Этот вид спорта является олимпийским. Республика Беларусь развивается постепенно, уверенно. Будем надеяться, что скоро будем составлять конкуренцию и нашим близким друзьям с Российской Федерации. У нас получилось собрать 10 команд, 4 команды из Российской Федерации. Это Санкт-Петербург, команда «Невская волна», город Казань, Чехов, Московская область и Челябинск. Сегодня конкуренцию белорусским спортсменам составила команда из Санкт-Петербурга. Она не первый год принимает участие в данных соревнованиях. Однако оценить сегодня подготовку своего соперника с первых минут игры было сложно. Ведь слаженности, сила духа белорусской стороны были на достойном уровне. Не хватило лишь самую малость. Команда «Гомеля» очень сложный противник, одна из сильнейших команд в этом возрасте в Беларуси. И мы настраивались на очень серьезную игру и очень серьезный бой. И изначально игра шла очень тяжело, мяч в мяч, команды то одна немножко шла вперед, то вторая, такие качели. Но нам, может быть, чуть-чуть больше повезло, наверное. И, может быть, немножко чуть было больше где-то концентрации. Может быть, везение с пасом или с броском. Потому что большое количество бросков совершила команда «Гомеля». Хорошо атаковали, очень хорошо технически оснащена команда, замечательный тренерский состав. И результатом я довольна. И когда ты сыграл сильным, серьезным соперником и одержал победу в серьезной борьбе, это очень важно и очень ценно. Каждая игра включала в себя четыре периода по шесть минут. За это время юным ортополистам необходимо было забросить мяч в ворота, а соперника максимальное количество раз. В команде играть, на самом деле, легче, чем в одиночку вытягивать игру или где-то соревноваться. Потому что тебя поддержат, помогут. Я занимался плаванием, но мне надоело, я не смог плавать, проходить. Поэтому решил выбрать водное поло. Команды спорта с мячом, игровой, интересные. Я, как капитан команды, считаю, что нам не хватило уверенности в себе. И мы не играли до конца. Командная работа мы поддерживаем друг друга, как-то настраиваем, как-то помогаем, как-то подбодряем. Все друг другу помогаем и из-за этого получается хороший результат. Конечно, не всегда добиваемся того, что хотим, но в общем мы нарабатываем навыки и это поможет в дальнейшем. Определить, какая команда все же стала лучше, смогут 25 ноября во время решающих игр. Призеры и победители будут награждены памятными медалями и благодарностями.